Друзья, приветствую! Меня зовут Максим Лебедев, я старший научный сотрудник Института Востоковедния Российской Академии Наук и уже больше 15 лет копаю, участвую в археологических раскопках на территории Египта и Судана в Нильской долине. Мы находимся с вами в пространстве замечательной выставки, которая сейчас проходит в одном из зданий Музея-заповедника «История Дальнего Востока» имени Арсеньева, которая была подготовлена при содействии сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Поскольку я археолог, то хотелось поговорить о материальной культуре, а точнее о тех материалах, которые использовали древние египтяне. Посещая эту замечательную выставку и изучая памятник, который здесь представлен, вы увидите, что они сделаны из самых разных материалов. Это и металлы, прежде всего это медь, бронза и золото, и различные породы камня, в том числе очень твердые, такие как гранит или гниз, или штукатурки, или пигменты, стекло. Все эти материалы в значительной степени изготавливались из того сырья, которое возилось на территорию Египта с приграничных территорий. Даже дерево древнеегиптяне в значительной степени были вынуждены импортировать с территории современного Ливана. Древнеегипетская цивилизация, она знаменита, прежде всего, своей очень богатой, очень красивой, очень яркой материальной культуре, но это в значительной степени стало возможно как раз благодаря этим поставкам, которые играли важнейшую роль в жизни и самих древних египтян, и в древнеегипетской экономике, и в древнеегипетском культе. Это в значительной степени отличает цивилизацию древнего Египта, например, от цивилизации Месопотамии, которые тоже активно импортировали материалы, но у них плечо доставки было гораздо длиннее, и, соответственно, им получить тот же самый качественный камень для монументального строительства было гораздо сложнее. Эта особенность, то есть доступность большого количества материалов, прежде всего минералов на небольшом расстоянии от Нильской долины и делает древнеегипетскую цивилизацию в значительной степени такой привлекательной и популярной среди широких слоев населения, в том числе в нашей стране. Археологи, работая на территории Египта, находят иногда очень странные, экзотичные материалы, которые попадали в Нильскую долину из мест, которые находились за тысячи километров от памятников, на которых их обнаружили. Например, речь может идти о метеоритном железе или лазурите с Бадахшанского Нагоря на территории современного Афганистана, или серебре с территории современной Греции, или так называемого ливийского стекла, который встречается только в одном конкретном месте Сахары на границе Египта и современного государства Ливия. Вот такого рода редкие, очень дорогие материалы имело смысл импортировать за тысячи километров. Но когда речь заходила о, например, о строительном камне, о массовых материалах, то, конечно, они должны были находиться где-то неподалеку от места строительства, либо места изготовления конкретных памятников. И поэтому большая часть гипско-материальной культуры все-таки делалась из тех пород камней, минералов, которые находились в непосредственной близости от Нильской долины. Что значит непосредственной близости? Это значит, что от нескольких часов ходьбы до нескольких дней. Вот это та область, которая была доступна либо древнеегипетским государственным экспедициям за материалами в руднике и в каменоломне, либо каким-то самоорганизующимся группам рабочих, которые, например, могли добывать кремень или, скажем, в небольшом количестве известняк недалеко от Нильской долины. Мы очень мало знаем о тех людях, которые непосредственно импортировали материалы, ввозили их из приграничных территорий на территорию Древнего Египта. Но кое-что нам известно. Например, на рубеже Древнего и Среднего царства в эпоху Первого переходного периода был такой замечательный промысловик Хунаннуп, который доставлял... У него был целый небольшой такой караван, караван ослов, груженный всякой сячиной. Там были различные деревяшки какие-то, благовония, видимо, сушеная птица, может быть, и несушеная. И, в частности, различные минералы, сода, травки какие-то, которые он собирал в Азисе неподалеку от Нильской долины. Затем, нагрузив всем этим добром своих ослов, он направился в Нильскую долину для того, чтобы обменять все эти редкие товары пустынь на зерно, прежде всего, которое было необходимо для его семьи. И можно предположить, что таких людей на самом деле было много, то есть этот самый промысловик не был каким-то уникальным явлением в истории древнеегипетской цивилизации. Но поскольку эти люди не покрывались писательными источниками, которые в основном имели дело с экспедициями, организованными государством, то они как бы выпадают из поля нашего зрения и остается у нас фактически только археология. Но археология говорит о перемещении вещей и материалов, к сожалению, и только в меньшей степени о перемещении людей, которых судить гораздо сложнее, к сожалению. Тем не менее, основные строительные породы камня, а также поделочного камня, они добывались непосредственно в близости от Нильской долины. Прежде всего, это известняк и песчаник, выходы которого непосредственно примыкали к Нильской долине, а также различные граниты, гранадиориты, гнейсы, некоторые из которых можно было обнаружить непосредственно прямо около реки, например, в районе Асуана, где советские специалисты построили высотную Асуанскую плотину. А какие-то породы, вроде порфиритов или особого вида гнейса, какие-то породы можно было добыть только за десятки километров от Великой Африканской реки. Мы плохо себе представляем, каким образом древнеегиптяне объясняли себе появление различных этих минералов, прежде всего металлов и ценных пород камня, но явно у них были какие-то легенды, и, видимо, появление тех же самых гранитов или каких-то очень красивых кварцитов или металлов, они связывались с взаимоотношениями различных богов, возможно, с их борьбой. И в какой-то степени, наверное, это не сильно отличалось от наших современных представлений, потому что геологи тоже объясняют появление большинства пород очень сложными, но, самое главное, всегда очень драматичными событиями. Неважно, речь идет об осадко-накоплении и появлении осадочных пород, или уж тем более магматических или метаморфических. Как бы там ни было, древнеегиптяне очевидно воспринимали различные ценные материалы как такую материализовавшуюся божественную энергию. И любой древнеегипетский рабочий, который там, скажем, участвовал в вырубке какого-нибудь колоссального обелиска в гранитных каменоломнях или занимался добычей меди где-нибудь в нескольких днях пути от своего родного города, он, вероятно, полагал, что имеет дело с материализовавшейся энергией различных богов. Когда речь заходила о различных самоцветах или ценных металлах, прежде всего, медь и золото, то они, как правило, ассоциировались, например, с богиней небес Хадхор, богиней веселья, одновременно красоты и покровительницей египетских женщин. Само пространство пустыни также, судя по всему, воспринималось как такое большое божественное тело, и поверхность пустыни интерпретировалась как кожа вот этого большого такого божественного тела, и те изображения и тексты, которые египтяне начали там оставлять еще с конца 4-го тысячелетия до нашей эры, уже будучи представителями централизованного египетского государства, да, прежде всего, речь идет об организованных царями экспедициях, они, видимо, тоже воспринимались как такой аналог татуировки, которую люди оставляют на теле пустыни. За мной в витрине вы можете видеть несколько замечательных памятников, которые сделаны из очень твердых пород камня. Ничего тверже фактически египтянам не было доступно. Это гнейз и порфирит. А кроме того, за мной находятся два замечательных сосуда, которые были сделаны, на самом деле, из дерева, потом покрыты штукатуркой. Штукатурка тоже делалась из привозного материала, из гипса, который добывался либо в восточной пустыне, либо в районе Айса Фаюм. И затем эти сосуды были расписаны. То есть древние египтяне, понимая ценность каменных сосудов, особенно из таких твердых пород, они пытались их имитировать. Имитировали в дереве, а потом их расписывали. В данном случае есть представлены имитации сосудов, которые были сделаны из брекче, это довольно твердый материал, непростой для обработки, и из кварцита или так называемого египетского алебастра. Материал попроще в обработке, он довольно мягкий, но при этом очень красивый. То есть для своих погребений такие вещи, конечно же, не могли использоваться в интерьерах, судя по всему, или, скажем, в жизни, потому что это модели, их там даже внутри никакой полости нет, как правило. Но тем не менее для погребения считалось, что это вполне сойдет, потому что, используя магию, на том свете эти модели, сделанные из дерева, можно было превратить, судя по всему, в настоящие вот эти престижные каменные сосуды. На изготовление одного такого сосуда могли выходить месяцы, а порой даже годы, учитывая, что жизнь древнеегипетского мастера часто заканчивалась в возрасте 30-35 лет, по объективным причинам, но это были очень дорогие во всех смыслах слова изделия, потому что порой один мастер мог сделать с десяток, может быть, чуть больше сосудов, после чего, собственно говоря, его жизнь заканчивалась. И когда ты на раскопе находишь что-то подобное, берешь в руку фрагмент гницевого сосуда, ты прямо чувствуешь, что здесь сосредоточена в том числе и жизненная энергия того человека, который работал над этим предметом, чувство удивительное. То есть, если египтяне думали, что они берут в руки божественную энергию, то мы берем в руку энергию уже непосредственно человека, который значительную часть своей короткой жизни потратил на эту вещь. Обнаружение памятников или предметов из ценных редких материалов на территории археологических объектов задает очень много вопросов как археологам, так и историкам. Дело в том, что раскапывая, например, какое-нибудь погребение знати, мы можем обнаруживать там, естественно, вещи сделанные из золота, из меди, из сердолика, из какой-нибудь там березы. Но часто такое бывает, что изучая затем довольно простые погребения на территории Египта, мы тоже обнаруживаем те же самые материалы, только в гораздо меньшем количестве. Но тем не менее, каким-то образом эти минералы и металлы, которые с большим трудом добывались за пределами Нильской долины, оказывались даже в самых простых, казалось бы, комплексах. Это создает ряд проблем. Дело в том, что картина древнеегипетской экономики, которую мы долгое время по крупицам воссоздавали, используя прежде всего письменные источники, связанные, конечно же, в основном с египетским чиновничеством, с бюрократией. Эти источники рисуют нам такую довольно жестко централизованную структуру, и создается впечатление, что государство контролировало и, может быть, даже монополизировало источники добычи различных ценных материалов, например, меди или золота, или полудрагоценных камней, и затем перераспределяло эти ценные материалы, либо изделия из них среди жителей Нильской долины. Но это работает, когда речь заходит об элитах. Элитное потребление как основа обеспечения политической лояльности элиты или правящего класса, правящему монарху – это понятно. У вас есть некая высшая прослойка, правящий класс, которым вы объясняете, что я единственный, кто может обеспечить вас, например, такими престижными предметами и вещами, как, например, изделия из золота, или из меди, или из очень твердых пород камня. Но каким же образом эти материалы просачивались в очень простые комплексы? Это вопрос, на который пока нет удовлетворительного ответа, и, возможно, в Египте существовало большое количество людей, которые помимо государства добывали эти материалы, но не попадали в письменные и изобразительные источники. В любом случае, с рядом памятников история гораздо более простая. Вот за моей спиной находится витрина, где расположена нижняя часть статуи царского корабельщика Ухау, которая относится к эпохе древнего царства. Мы можем даже более точно сказать, что, вероятно, Ухау уже во времена правления царя Хафра, который построил вторую по величине пирамиду в Гизе. И явно этот кусок гранита, а, может быть, и вся статуя целиком, были получены Ухау из царской мастерской, то есть это был такой знак благоволения со стороны правящего монарха. Также интересно, что этот ценный материал, а гранит – это, опять же, одна из самых твердых пород камня, которые были доступны древним египтянам, он был расписан. То есть, по большому счёту, внешне, особенно издалека, эта статуя была неотличима, вероятно, от расписанной статуи, сделанной из какого-нибудь гораздо более простого обработки и дешёвого известняка. Если внешняя сторона не имела такого большого значения, то, вероятно, материал всё же имел. И можно предполагать, что гранит не только хорош тем, что он очень прочный, и вероятность сохранения такой статуи выше, чем у статуи из известняка. Хотя у Хау в данном случае не очень повезло, верхняя часть его скульптуры отсутствует. Но и в том, что сам гранит, судя по всему, воспринимался как такая материализованная солнечная энергия, и мы это можем предположить по ряду гораздо более поздних текстов, к сожалению, но тем не менее. И то, что его статуи сделаны именно из этого вида божественной энергии, возможно, имело значение для его посмертной судьбы, для его посмертного существования. Возвращаясь в сегодняшний день, если у кого-то из вас есть украшения, где есть аметист, или бирюза, или сердолик, то вы вполне можете себя поставить на место древних египтян, просто представив, что у вас на руке или на шее находятся маленькие кусочки божественного тела, либо материализовавшаяся божественная энергия. Таков был мир древних египтян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok